Курильщиков преследует закон. С 2013 года вредные привычки допустимы только в специально отведенных для этого местах. Полицейские вышли в рейд по выявлению нарушений данного закона. Геннадий Фролов курит уже 20 лет. Бросал, но брал сигарету в руки снова. Понимает, никотин пагубно влияет на здоровье, но пока справится с вредной привычкой не в силах. После того, как в 2013 году был принят антитабачный закон, сигареты его редко можно увидеть. Стараюсь мало того, чтобы соблюдать закон. В общественных местах стараюсь не курить. Ну и сам по себе стараюсь, чтобы дети особенно поменьше меня видели с сигаретами. Да и вообще-то плохая привычка. Но букве закона следуют не все. В общественных местах курящие не редкость. Рядом те, кто не жалует вредной привычки, но вдыхает и еще больше вредит здоровью. Полиция провела рейд. Под контроль попали больницы, остановки общественного транспорта. На дверях знак видели? Они запрещены. Итоги таковы, что за два часа ими было выявлено и привлечено к административной ответственности шесть граждан. Все нарушители знали о запрете курения в определенных местах, но не могли побороть своих вредных привычек, за что и заплатят штрафы. Результат проверки территории четырех медицинских учреждений. Пациенты, несмотря на запрещающие аншлаги, нарушали закон. Их ждет штраф от 500 до 1500 рублей. За курение на детских площадках придется заплатить от двух до трех тысяч. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что согласно федеральному закону номер 15, курение запрещается на территориях и в помещениях образовательных, культурных, медицинских учреждений и социальных служб, в лифтах, в подъездах, на территории автозаправочных станций. Наказанию подлежит также курение на детских площадках, на расстоянии менее 15 метров от входа в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, остановок, на автозаправочных станциях, на рабочих местах и рабочих зонах и в других общественных местах. Всего с начала года сотрудники полиции привлекли к ответственности 76 нарушителей антитабачного закона. В общей сложности наложено штрафов на 38 тысяч рублей. Работа в этом направлении будет продолжена, а медицинские работники тем временем напоминают, что ежегодно в мире от причин, связанных с табакокурением, умирает более 5 миллионов человек.